Х5 Диалог 2022. Продолжаем разговаривать с участниками круглого стола. Один из них прямо сейчас с нами. Это Алена Хитагурова. Алена, здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите, о чем вы беседовали с коллегами, какие темы поднимали за круглым столом? Ну, темы у нас на самом деле не меняются в рамках сессии маркетинга. Мы переосмысляем каждый год, каждую нашу сессию, каждый наш инструментарий, который используем в развитии нашего бизнеса. И, собственно, с этой повесткой мы выходим в коммуникации с нашими поставщиками. И выделяем наиболее приоритетные в том или ином виде, в том или ином формате. Собственно, сегодня мы вышли тоже с повесткой того, что мы сегодня, наверное, что мы считаем сегодня наиболее эффективным. Безусловно, цена управляет по-прежнему пунктой, и этот тренд, он за нами останется. По-прежнему эффективность в коммуникациях будет оставаться тоже трендом при выборе того или иного инструментария. Позволяет нам это делать только персональные коммуникации, таргетированные, не приносыщая информационное поле наших клиентов. И в том числе позволяет нам экономить нашим поставщикам на том или ином инструментарии. Собственно, вот с этой повесткой мы вышли, и, надеюсь, мы донесли свою мысль, поделились нашим опытом. Ну и опыт – это такая прям динамичная среда, которая меняется регулярно. И, собственно, в сегодняшней, наверное, точке мы находимся вот с такими знаниями. Что будет завтра, конечно же, мы обязательно будем смотреть, изучать и делиться с нашими партнерами по бизнесу. Алена, вот вы говорили обмен опытом. А коллеги чем-то вас вдохновили, чем-то поделились с вами, что вы смогли вынести с собой? Вы знаете, так как мы живем одной большой семьей, если вы спрашиваете про нашу внутреннюю X5 инфраструктуру, то здесь, наверное, мы регулярно общаемся в тандеме, и в том числе выстраиваем такие большие длинные форматы клиентского пути и коммуникационного пути. Поэтому здесь, наверное, все было ожидаемо с точки зрения знаний продуктов внутри. Но между тем, конечно же, что-то новое я услышала сегодня от коллег. То, что ранее, возможно, я не осмысляла, а сегодня этому уделила внимание. Наверное, как-то так отвечу. Но в целом внутри X5 мы, конечно же, очень плотно работаем по всем нашим форматам и делимся, и уже выходим к нашим поставщикам с единой повесткой, с единым набором инструментария, и, собственно, реализуемо это. Спасибо большое. Ну и финальный вопрос. Так как круглый стол закончился, у вас в любом случае появились какие-то итоги встречи. Благоприятно ли прошло? И как вы оцениваете вообще итоги? Вы знаете, итоги формируются на базе обратной связи. И она была, на удивление, очень живая. Потому что, честно, опять же, внешняя повестка, абсолютная турбулентность вообще всех отраслей, да, в том числе и рекламных отраслей, она, конечно, накладывает определенные, ну, не то чтобы стагнации, да, но определенный, как бы, такой более размеренный темп осмысления в инвестиции и в те или иные каналы. Здесь же мы видим, что мы чувствуем обратную связь от наших поставщиков, мы понимаем, что жизнь не останавливается, да, и более чем, как бы, мы просто более детально смотрим на то, что можем применять там в ближайшее время. И мне нравится, что вот здесь, как бы, есть жизнь и есть диалог. И поэтому я и говорю, что обязательно приходите, давайте вместе этим опытом делиться. Опять же, потому что весь опыт накопленный, да, он, безусловно, нам крайне ценен, но между тем мы должны понимать, что нет вот этого, к сожалению, единого сценария, ну, и за исключением промо-цены, конечно. Ну, есть еще базовые вещи, допустим, действительно дегустации, да, они, ну, базово, они действительно очень хорошо влияют на конверсию, покупку, но между тем мы видим в том числе и то, как важно предвосхищать наших клиентов через персональные коммуникации и рекомендации. Это тоже инструмент, уже такой третий кит, без которого наш маркетинговый план не будет уже и прежним, и эффективным, наверное. Без него мы, к сожалению, уже никак не сможем двигаться. Поэтому здесь вот то, что уже точно проверено над нам абсолютно разными сценариями и событиями, да, мы точно забираем с собой, но между тем понимаем, что опять мы в новом мире, в котором абсолютно новые инструментарии, медленность событий, которые нам с вами применять, замерять и, собственно, тиражировать. Огромное спасибо, Ален, было очень развернуто, и мы, наверное, что-то из этого интервью небольшого вынесли, как минимум то, что должны посещать такие сессии. Тогда до встречи на новых сессиях. Спасибо. До свидания.